Сотрудничество со странами Латинской Америки уже несколько десятилетий подряд является приоритетным направлением во внешней политике России. Взаимодействие осуществляется в различных сферах – экономика, наука, энергетика, сельское хозяйство и, безусловно, образование. Российский университет «Дружба народов» демонстрирует хорошие результаты в области сотрудничества с Латинской Америкой, ежегодно пополняя свои ряды студентами из этих стран. Такое взаимодействие находит поддержку на правительственном уровне. РУДЭН с визитами регулярно посещает высоковоставленные чиновники и послы стран-партнеров. Подтверждением тому является визит в Институт иностранных языков РУДЭН чрезвычайного полномочного посла Аргентинской Республики в Российской Федерации Хуана Карлоса Криклера. Я очень горд, я доволен, что я нахожусь здесь, в этом университете. И что особенно важно, этот университет объединяет разные народы. Слова «дружба» и «народы» являются главными, поскольку сейчас крайне необходимы теплые отношения между народами. Встреча с господином послом состоялась в рамках проведения в Институте иностранных языков РУДЭН года Аргентинской Республики. Мероприятие также посетил советник посла, начальник отдела по культуре, науке и технологиям посольства Аргентинской Республики Рафаэль Альберто Патриньяни, министр посольства Аргентинской Республики в Российской Федерации Диего Димуриус и известный писатель и переводчик Эдуардо Попок. Встреча имела характер протокольного мероприятия и проходила в дружеской атмосфере взаимопонимания и сотрудничества. Хуан Карлос Криклер прочитал студентам Института иностранных языков лекцию, посвященную взаимодействию Аргентины и России. В своем выступлении господин посол осветил экономические и политические аспекты нашего взаимодействия. Он подчеркнул, что Россия и Аргентина не только стратегические партнеры, но и хорошие друзья. Я, как посол Аргентины, постоянно приезжаю в Россию. Я чувствую себя здесь как дома. Мы очень любим вашу страну. К слову сказать, в Аргентине проживают много русских. Так сложилось исторически, что Россия и Аргентина очень хорошие друзья. И это самое главное. После выступления Хуана Карлоса Криклера наступила неофициальная часть мероприятия, в ходе которой студенты Института иностранных языков представили яркие и зажигательные номера. Студенты радовали гостей песнями на испанском языке, русскими народами и танцами. Не обошлось и без аргентинского танго. На встрече, кроме российских студентов, присутствовали аргентинцы, обучающиеся в Руден, для которых университет стал вторым домом. Дружба народов, где можно встретить людей во всем мире, которые изучают здесь, понимают, хотят учить историю России, которая очень богатая, очень известная потом, культура и много вещей. Поэтому я так выступил в Руден, и меня очень интересно, и очень хочу предложить учебу в Руден. Господин посол отметил, что сотрудничество между Россией и Аргентиной в области образования является одним из приоритетных направлений во взаимодействии. Аргентинцев привлекает русский язык, и, как мне кажется, взаимоотношения между русскими и аргентинскими студентами будут развиваться. Испанский язык после английского является вторым языком в мире по численности носителей. Это говорит о том, что во всем мире людям нравится общаться на испанском языке, и это здорово. Приезжайте к нам, и мы вас примем с распростертыми объятиями. Спасибо. Валерия Муковнина, Марина Саврасова, Фадия Амрайш, Екатерина Гульбина. Новости ТВ Руден. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова